Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Алексей, владелец такого интересного бизнеса по продаже других бизнесов, а также консультант бизнес-клуба Грант. Привет, Алексей! Итак, расскажи вообще, чем занимается твой бизнес? Формально мы занимаемся именно покупкой и продажей бизнесов. Фактически мы занимаемся тем, что создаем дополнительную ценность как для продавцов бизнеса, так и для покупателей. Суть нашей бизнес-модели, сразу скажу, что бизнес-модель в принципе не российская, заключается в том, что человек, который хочет продать свой бизнес, сталкивается с такой проблемой, что ему приходится, во-первых, платить дополнительные проценты за продажу бизнеса, а во-вторых, он навсегда теряет возможность заработка со своего бизнеса. Мы предлагаем ему бесплатное написание франчайзингового пакета, после которого он даже после продажи своего бизнеса имеет возможность продавать свой франчайзинг через нас и, соответственно, зарабатывать примерно 150-200 тысяч в месяц. То есть даже продав свой бизнес, продавец начинает с этого зарабатывать. Для покупателей мы несем другого рода ценность. Мы оформляем все сделки бесплатно. У нас абсолютно бесплатное юридическое сопровождение, сопровождение бухгалтерское. И целый месяц после покупки бизнеса человек, обратившись к нам, получает все инструменты по маркетингу, чтобы поднять в своей компании прибыль на 30-40% за год. То есть совершенно бесплатно мы это даем. Соответственно, на чем мы зарабатываем? Мы зарабатываем на том, что если человеку понравилась наша модель работы, он продолжает с нами сотрудничество, и мы зарабатываем деньги на сверхприбыли, которые мы для него приносим, для его компании. То есть это по большому счету коучинг. Вот с одной и с другой стороны, это как раз бизнес-модель, которая не высасывает деньги. Это не потребительская модель, а это модель, приносящая сверхприбыль. И от сверхприбыли мы уже получаем свои дивиденды. Понятно. Вот вообще, как ты пришел к мысли создать свой бизнес, и как ты начинал? Да. Начинал достаточно так смешно, интересно и непросто. Не отчислил из военного училища, я послужил в армии чуть-чуть и решил домой не возвращаться. Приехал в Питер, примерно полгода жил в подъезде, в Пушкине, в котельной некоторое время. И тем временем учился еще на вечернем отделении, в политехе, на факультете технической кибернетики. Соответственно, работы особо нигде не было, приходилось подрабатывать, настройки немножечко работал. И мне попала книжка «Бережливое производство». Это то, с чего я решил прочитать, поскольку мне было интересно это производство. У меня техническая кибернетика, мы там занимались разработкой новых элементов для вычислительной техники. Ну и «Бережливое производство», я думал, что он каким-то образом поможет мне именно в своей сфере. Потом получилось так, что меня все больше и больше начали интересовать бизнес-модели, именно модели бизнеса. Я узнал, что на Алтай приезжает часть команды Стива Бланка, это один из самых известных инвесторов в Силиконовой долине. Я устроился в эту компанию работать инструктором по туризму и альпинизму. Соответственно, приехал на Алтай, английский я более-менее так знал, на уровне спросить вопрос. Ну и в этой группе я как раз работал гидом. Примерно я проработал гидом там в общей сложности на Алтае в Тайгере 4 месяца. Соответственно, старался работать именно с американскими группами. И оттуда мне пришла как раз первая бизнес-модель от создания дополнительной ценности, именно оттуда. Потом я приехал в Питер, устроился работать тренером по боксу в фитнес-клуб. И открыл свой первый бизнес, это интернет-магазин спортивного питания. Интернет-магазин, в принципе, достаточно быстро развился до определенного уровня. Доход был небольшой, примерно на 50-70 тысяч в месяц. Это сколько, какой у тебя возраст был? Это было мне, я сейчас скажу, где-то 24, я думаю. 24. 50-70 тысяч рублей. И плюс, поскольку фитнес-клуб через некоторое время дали мне полностью в мое распоряжение, за небольшой такой двухэтажный спортзальчик, я там поднял продажи и, в принципе, понял, что эти бизнес-модели работают. Бизнес-модель. Бизнес-модель от принесения дополнительной ценности. Фактически, то есть мы фактически, то есть то, что было на верхушке, продавали спортивное питание, точнее, не фактически, а то, что было на верхушке, а фактически мы как раз занимались развитием человека. То есть мы гарантировали, что при правильном приеме спортивного питания, правильных тренировках и каких-то режиме жизни человек может либо набрать мышечную массу, либо скинуть, набрать скоростно-силовые какие-то характеристики, то есть, но для этого нужно было употреблять спортивное питание, витамины, протеины и все остальное. Ну, то есть, все, что легально. Соответственно, у нас не было конкурентов, потому что наши конкуренты продавали спортивное питание, а мы продавали результат. Это такой уникальный подход, по сути. Это новая бизнес-модель для России. То есть, просто этой бизнес-модели нету здесь пока еще. Пока большая часть бизнесов в России, именно русских, живут как присоски. То есть, они подешевле купили, подороже продали. А вот можешь именно сформировать словами бизнес-модель, ну, не привязывая к какому бизнесу, а вот именно алгоритм. Окей. А давай я прямо расскажу, как я создал свой первый бизнес с нуля и как раз отталкиваюсь от бизнес-модели. Хорошо. С нуля это без вложений. Да, без вложений. Ну, то есть, интернет-магазин это была так мелочь. Мне очень помогла как раз теория бережливого производства. Я решил устроиться в компанию, которая занимается тем, в чем я вообще не разбираюсь. Это зоотовары. Они там продавали корма для животных. Ну, то есть, мне примерно было понятно, что мешки тут, мешки спортивные, а не тут товары для животных. В принципе, одно и то же. Что животных кормить, что зверей. В принципе, как-то было одинаково. Первое, что я сделал, это я выяснил потребности. Мне интересовалась тогда бизнес-то бизнес, B2B сфера. Я выяснил потребности этой сферы. Оказалось, что потребности там достаточно простые. Это увеличение дохода, уменьшение сдержек, оптимизация работы персонала и оптимизация бизнес-процесса. Основные проблемы тогда были в зообизнесе, именно в интернет-магазинах. Это достаточно долгое время от поступления заявки до отгрузки товара. Узнав, что такое, опять же, бережливое производство, я организовал все процессы таким образом, что моя отгрузка товара была через 2 часа после поступления заявки. То есть, мне звонил владелец интернет-магазина, либо менеджер, моему менеджеру. И через 2 часа он уже мог приехать на склад. До меня это было примерно 2-3 дня. То есть, я сократил издержки по времени. Ну, на 2 дня, так скажем, сократить. Каким образом? Мне пришлось приехать в каждую из компаний и договориться напрямую с менеджерами. То есть, я сказал, что я готов вам платить определенный процент. Если это будет быстрее? Если это будет быстрее. То есть, в первый месяц у меня объем был примерно… То есть, у каждого интернет-магазина в среднем объем был 200 тысяч рублей. То есть, я, естественно, взял все 3 интернет-магазина, которые были на тот момент сейчас. Это объем был 600 тысяч в месяц. И прогарантировал им, что я гарантирую вам, что я у вас буду брать объем на 600 тысяч рублей. Они, естественно, проверили меня. Говорят, окей, мы с тобой попробуем поработать. Дали мне скидку, как стандартному интернет-магазину. Я исполнил все свои обязательства по оплате товара. Они увидели, что мой объем достаточно больше, чем каждый из интернет-магазинов. Но они не задумывались о том, что все остальные интернет-магазины почему-то исчезли. Это была слишком мелкая рыбка для них тогда. И мне дали сразу же скидку вместо 5 процентов, по-моему, 10. То есть, на втором месяце начал зарабатывать уже 60 тысяч рублей с интернет. Просто за то, что организовал схему. Я просто договорился. И начал зарабатывать пассивный доход 60 тысяч в месяц. После того, как схема начала быть отработана, это была достаточно хорошая почва для появления новых интернет-магазинов. В течение трех месяцев появилось еще несколько интернет-магазинов. По-моему, 7 уже было тогда. Мой объем вырос до 1,5 миллиона. Миллион, 1,5 миллиона в зависимости от сезона. И моя прибыль чистая уже была 100-150 тысяч в месяц. Мне еще увеличили скидку. Я начал давать немножечко больше скидки интернет-магазинам. И таким образом я дал дополнительную ценность интернет-магазинам. Взамен они мне ничего не дали. То есть, они работали на старых условиях, которые были у них. Но они получили дополнительную ценность. Это сократили сдержки по времени. Я так проработал примерно 3 месяца. Ты уже после 3 месяцев вышел на личный доход 150? Да, я вышел на 2 месяц. Ну нет, первый месяц у меня был 0, потому что я организовал схемы. Второй 60, а дальше третий, четвертый уже, когда выросли интернет-магазины, там где-то 100-150 уже было. Я вот сейчас хронологию четкую не помню до месяца и до циферки. Ну, примерно было столько. В то время я немножечко расслабился. Думаю, ну 100-150 мне хватает. Против 15 тысяч тех, что я получал в компании, когда оформлял накладные. Там и против интернет-магазины, который мне приносил 70, со всеми моими, так скажем, действиями и участиями. Заморочками. Да, заморочками. Так, ничего не делал я, грубо говоря, 100-150 уже имел в кармане. Понятно было, что мои поставщики об этом догадаются когда-то, рано или поздно. То есть, чтобы быть лидером на рынке... Бабочка скоро прикроется. Да. Чтобы быть лидером на рынке, не надо быть супер-супер крутым гением. Нужно быть на шаг перейдевти, чем все остальные. Может быть, даже на миллиметр. Есть такой анекдот. Убегают два охотника от медведя. Один говорит, подожди, я кроссовки перебую. Второй говорит, ты что, с ума сошел? Кроссовки перебывают. Ты что, собрался от медведей бежать? Он говорит, нет. Мне достаточно бежать чуть быстрее, чем ты. То есть, на рынке достаточно быть чуть быстрее, чем все остальные. Я примерно предполагал, что полгода на это у меня есть. Я заработал немножечко денег. Там где-то полмиллиончика у меня уже было. Купил себе мотоцикл. Свои мечты. И у меня осталось 1080, наверное. То есть, опять все с нуля? Да, не все с нуля. У меня было 80 тысяч. Дальше, что мне было интересно, это как раз вторая часть. Любой стартап является пощупыванием рынка. То есть, ошибка наших бизнесменов, точнее тех, кто преподает стартапы, в том, что они не дают дальнейшего развития. То есть, я пощупал рынок, я пощупал все подводные камни этого рынка, причем не вкладывая своих денег. То есть, я это сделал безрисково. У меня не было никаких рисков. Я мог провалиться, просто я не отгрузил бы товар людям. Ну, это самое большое право. Они бы начали действовать по старой схеме. То есть, самое важное было никого не подвести в этом случае и заработать индекс доверия. Я пощупал рынок, я заработал индекс доверия. И следующим моим шагом после стартапа, это было открытие реального бизнеса. Реальный бизнес я открыл таким образом, что был нонсенс, сразу скажу. Я к тому времени уже закончил NLP практик, то есть, искусство переговоров. Я так уже достаточно на хорошем уровне знал. Мы пришли в компанию Royal Canin. Надеюсь, она не обидится на меня. И что мы сделали? Мы попросили у компании Royal Canin поставить, оборудовать наш магазин полностью своим оборудованием. Они сначала удивились, первые 10 минут они сильно удивлялись, как они могут оборудовать магазин под товары конкурентов. Это нарушение всей мировой практики. То есть, они не имели права поставить свои стеллажи под товар конкурентов. Естественно, там были определенные моменты убеждения. То есть, была схема, выиграл, выиграл. Мне получилось их убедить в этом. Есть пошаговый алгоритм, как это можно сделать. И они завезли мне оборудование на 240 тысяч. Следующим этапом, что я сделал, я приехал в компанию Юкануба и сказал, что у меня есть уже стеллажи. Компания Юкануба, в принципе, оплачивает стеллажи, либо покупает. Соответственно, я попросил у них, чтобы они оплатили стеллажи, которые у меня уже есть, которые мне дал компания Royal Canin. Кому в аренду, да? Да, они дали мне в аренду, а я просто продал их, так скажем, компании Юкануба. Они мне поставили весь товар туда бесплатно. Компания Royal Canin примерно там тысяч на 300 товаров у меня было. Они мне дали все под месячную осрочку и со скидкой 30%. Это скидка, так скажем, больше максимальной на 12%. То есть, никто в России не имел скидку больше, чем 18%. У меня было 30% на первую партию. Что я сделал? Я собрал все интернет-магазины и дал им возможность купить у меня товар еще дешевле, чем было раньше, но с условием, что каждый из них купит на определенную сумму. Соответственно, вторую часть товара Royal Canin я просто окупил процентами со сделки. То есть, весь товар у меня был бесплатный, все оборудование было. Я купил, по-моему, там стол, кресло. Стол и кресло в магазине. И кассу. И кассы у меня нет. У меня на системе налогового вложения. То есть, там я платил просто за квадратный метр. Естественно, мы оформили все, что у меня было шоу-рум, а продажная зона у меня была 6 метров. Поэтому налог там тысячи три, что ли, у меня или четыре там был. Ну, какой-то такой. Очень маленький. То есть, получается, стеллажи бесплатно, товар бесплатно, и ты продаешь как бы сверхприбыль у тебя, получается. Да, абсолютно. Ну, с нуля, бизнес с нуля, чисто на идее вообще. Вопрос в том, что мне для начала нужно обязательно было заработать индекс доверия у поставщиков. То есть, если бы я пришел человек с улицы, дать им стеллажи, мне сказали, мальчик, кто ты такой? И это достиг именно переговора. А, это переговора. И в этом тебе помогло именно НЛП? Это НЛП. Так скажем, НЛП – это технология 60-х годов. То есть, то, что сейчас преподается в институте НЛП, на всяческих курсах за 5000 рублей. Ну, это такая попса, то есть, это арифметика. То есть, ее нужно знать обыкновенному нормальному человеку, который хочет развиваться в бизнесе. Но все самые интересные психотехнологии, они лежат далеко за рамками НЛП, очень далеко. То есть, НЛП – это, так скажем, 5% от всех знаний моих психотерапии в психотехнологиях. Следующим моим шагом было – это подбор персонала. То есть, первую неделю я, конечно, пришлось поработать самому, потому что не учел момент, у меня не было опыта просто. То есть, я не знал, как открывать магазин. То есть, вообще ничего не знал. Мы подбирали персонал, и у нас было четкое понимание того, кого мы хотели видеть в своем магазине. Мы подбирали людей, которые хотят стать директором магазина. То есть, с мотивацией быть директором. Наша задача была подобрать людей, знающих и разбирающихся в золотоварах, но не разбирающихся в продажах абсолютно. То есть, их очень было просто обучить продажам, но сложно обучить ветеринарии. Соответственно, мы взяли людей, каждому из них дали процент с продаж абсолютный. Девочка, 19-летняя Света, она пришла, в первый месяц у нее было 7 тысяч заработок, через 6 месяцев 35. Без образования, без ничего, просто без опыта работы 35 тысяч. Она, в принципе, была довольна своей зарплатой, при том, что она имела всю возможность действий в рамках нашего магазина. Как бы директор. Она была как бы директор определенной части. У нас была ветеринар Даша, которая у нее была тоже определенная часть, она заведовала аптекой. Был генератор поток клиентов, там, ну, была определенная структура бизнеса, которая позволяет работать бизнесу без твоего участия. Моя задача была просто приезжать в пятницу и забирать деньги оттуда. То есть, ну, к этому я пришел примерно через месяц работы в магазинах, выстроил так систему. Значит, очень интересно было выбирать место, в котором располагался магазин. Моя личная теория говорит мне и моя практика о том, что самый сладкий бизнес – это тот бизнес, в котором наибольшее число и количество конкурентов. То есть, я открыл, мой магазин был пятый на пяти квадратных километрах. То есть, вот, ну, даже меньше. То есть, в Новочеркасске, там везде зоомагазины. Интересная такая логика. Некоторые, ну, все, как смотрят, когда выбирают бизнес и считают, там, чтобы не было конкурентов, чтобы… А у тебя такая наоборот. У меня наоборот, абсолютно. Потому что, если конкурентов много, соответственно, значит, это востребовано. То есть, я, значит, я сразу же могу оценить объем рынка здесь. Это объем – это, значит, прийти и посчитать, да? Да, прийти и посчитать, сколько конкурентов приходится. Воза, и сколько прибыли возможности. Да, я могу. Вот, и, значит, что я сделал, это было, опять же, создание дополнительной ценности. Как мне нужно было войти в этот рынок, в эту систему коммуникации магазинов, которые друг другом уже там поделили рынок, таким образом, чтобы забрать всех клиентов в себе. Очень просто. Я объявил акцию, что у меня пострижка колтунов и ногтей для кошек. Абсолютно бесплатно. В среднем эта услуга стоила 200 рублей. Соответственно, я просто развесил баннеры. Баннеры мне обошлись в 6 тысяч рублей. Соответственно, естественно, все люди, у которых есть кошки и собаки, декоративные, это основные клиенты, они прилетели ко мне в магазин в первый же месяц. В первый же месяц. Я взял на работу грумера, который там делал за 10 тысяч рублей. Но при этом они ничего не должны были купить. Ничего. Просто пришли и увидели твой магазин. Они увидели мой магазин. Дальше. Я давал им подарки за 20 рублей. Мышки там всякие, кому-то, кому мячик. Дешевые подарки, дешевые. То есть был небольшой прогиб минус, чуть-чуть, совсем небольшой. Но если учесть то, что я заработал до этого полмиллиона, в принципе, прогиб минус был бы для меня минимальный. То есть практически я бы его не почувствовал. Моя была беда, что я люблю мотоцикл. Вот. Ну, я ушел в совершенно небольшой минус, но поскольку у меня товар был под отсрочку, я мог на 300 тысяч подарков людям дарить, и, в принципе, все было бы хорошо. И у меня были карточки специальные, в которых я учитывал приход каждого клиента. То есть я клиенту дал карточку, после заполнения этой карточки человек получал скидку 5%. Каждый раз, когда человек ко мне приходил в магазин, мы давали ему подарки, независимо от того, купит он что-то у нас или нет. Просто заходит в магазин, главное, чтобы у него была собачка. Он приходит, дает карточку, мы даем подарок, 20 рублей, и он уходит. Люди привыкли получать позитивные эмоции от нашего магазина. Они получили приятные, позитивные вещи. После того, как человек приходил второй раз, он уже просто ради уважения что-то у нас покупал. Мы продавали все даунселлом, мы продавали маленькие мешочки. Почему маленькие мешочки? Во-первых, мы давали человеку возможность прощупать работу с нами, нравится ему или нет. То есть как работать с нами. Соответственно, с маленьким мешком у нас маржа была больше. В любом случае, маленькая собака ест маленький мешочек в неделю, грубо говоря. Если он купит большой мешок, она будет дольше его есть, но маржа меньше. Мы все маленькими мешочками продавали. После этого мы сделали такое уникальное торговое предложение, что в нашем магазине есть все зоотовары в городе. Если вы какой-то зоотовар не находитесь, если какой-то товар не находитесь, мы представляем его домой бесплатно. Таким образом, мы раскрутили доставку. Человек приходит и говорит, я вижу, что у вас нету корма на утром. Я говорю, отлично, хорошо, что вы заметили. Мы привозим его домой бесплатно. И мы собирали клиентскую базу лояльных клиентов. Обязательно был имейл. Это тоже в минус прогиб был? Нет, это был прогиб в ноль. Потому что даже если заказал в самый маленький мешочек корма, мои затраты на доставку были 150 рублей. Самый маленький мешочек корма, но обходился мне, маржа была 70 рублей, 70-80. Соответственно, минус 70 рублей уходил максимум, первый раз. Второй раз человек заказывал уже больший мешок корма. Привезя ему бесплатно, он сделал этого клиента ты лояльный к себе, и он уже в следующий раз звонил к тебе. Да, он звонил мне, а во-вторых, мы его подвигали к тому, что дальше шел этап апсела. То есть я зарабатывал огромную клиентскую базу лояльных людей. Дальше пошла рассылка информационная, как правильно причесывать кошек, как правильно кормить собак. Ну масса-масса всего. И эти письма были написаны по определенной структуре, в которой была... Структура тоже НЛП? Да, отчасти. Но НЛП, знаете, это инструмент. Это не зомбирование, это не гипноз. Это просто инструмент достижения своих целей. То есть так же, как молоток. Молоток тоже может быть хорошим гипнотическим средством, если ударить по голове. Но это хорошее средство для забивания гвоздей, по сути. И мы показывали людям реальную выгоду от того, что если они купят сразу же большой мешок, они сэкономят до 30%. Люди покупали большие мешки, и тут мы начали выходить в плюс. То есть в среднем зоомагазин выходил в плюс за 6-9 месяцев. Наш вышел в плюс за 3 месяца лета. Это когда самые убыточные месяцы, когда у всех минус, у нас хороший плюс начался. Первый наш конкурент, который работал 5 лет, закрылся как раз через 3 месяца. Второй на следующий месяц. Два конкурента ушли в глубокий демпинг. Они думали, что сейчас мы будем торговать по супер дешевым ценам, и все, и все придут к нам. Но к ним пришли люди жадные. То есть мы с чистой душой отпустили жадину к ним. То есть идите к геморройным клиентам, мы знаем, куда. То есть приходит ко мне клиент и говорит, у вас дорого. Отлично, вот там дешевый магазин. Идите сюда. И все. И мы отправили 30% людей по дешевым магазинам. То есть нам было 80% клиентов. 80-70. На все остальные магазины распространилось 30% клиентов. Они допинговали, они уволили часть продавцов. Магазины Лемур, продавцы из магазина Лемур приходили к нам, пытались у нас устроиться на работу. То есть была такая интересная фишка. То есть я отработал полностью схемы, схему вывода магазина, точку окупаемости. То есть я купил магазин полностью деньгами и через 8 месяцев продал его за 2 миллиона. После того, как я продал магазин за 2 миллиона, точнее перед тем, как продать, я полностью описал франчайзинговый документ на прибыльный зоомагазин. Уехал в Таиланд. То есть на неопределенном. То есть вот сколько захочу, столько и буду там кайфовать. На серфинге. На серфинге, на мотоцикле гонял. И франчайзинговый документ продал с Таиланда. То есть я позвонил человеку, я хочу купить франшизу, я говорю, отлично. И еще полмиллиончика я заработал в франшизе, будучи в Таиланде просто. То есть я понял, как открывать бизнес с нуля. Для чего нужен стартап, для прощупывания рынка. Как открывать бизнес с нуля. Там очень много фишек интересных было. Просто у нас не хватит передачи, чтобы рассказать все, как это. То есть там документ на 100 листов. На 100 страничек. В свободном доступе. Нет, это продажа. 300 тысяч. 300 тысяч плюс 100 тысяч мы помогаем открывать магазин. То есть это бизнес-модель гарантированно работающего бизнеса. У покупателя был второй вариант, купить франшизу. Я сразу предложил ей вариант, что вы можете сэкономить примерно миллион рублей. Но как показала практика, людям, даже если нет последних денег, она продала квартиру, чтобы купить бизнес. Если у них есть деньги, они готовы их тратить. Это, мне кажется, на мой взгляд, основополагающий фактор успешного предпринимательства. Ты готов вкладываться в свое образование, в свое будущее. Она купила зоомагазин. Примерно месяц мы вводили ее в курс дела. Мы рассказали ей про весь маркетинг. И, в принципе, был у нее этап примерно 2 месяца, когда она ушла в небольшой минус. Точнее, минус от того, что у нас было. То есть был провал магазина, пока она вживалась в эту роль. И через 2 месяца опять пошел хороший рост магазина. До сих пор рост сохраняется. Соответственно, также магазин Ауточкина у нас по франшизе работает. Чуть-чуть хуже, но, в принципе, они сделали то же самое и получили тот же самый результат. Абсолютно то же самое. Поэтому вот это основные правила, которые мне были бы интересны. Каждый бизнес должен проходить этапы от стартапа, на котором вы прощупываете рынок. Второй этап – это создание, собственно, реального бизнеса с описанием полностью всех алгоритмов работы этого бизнеса. Потому что вы будете, например, зарабатывать хорошие деньги. До 300% в принципе можно заработать за год, если бизнес хороший, успешный. И каждый бизнес, на мой взгляд, должен пройти либо слияние, либо продажу. То есть если вы залипаете в одном и том же состоянии, у вас идет регресс. То есть если вы продали бизнес, либо слились с кем-то, это достаточно распространенный вариант в Америке, то есть когда люди сливаются. Продали и опять замутили что-то новое. Я бы не стал говорить слово «замутили», я уже отошел от слова «замутили», потому что слово «замутили» для меня имеет небольшой черный окрас. Вот как раз создание дополнительной ценности людям, вот это для меня наиболее вариант, приемлемый. Ценность бывает либо денежная, либо денежная, либо по времени, либо услугами, либо качеством. То есть если вы, и я скажу так, что деньги – это не основополагающая ценность. Есть люди, у которых денег столько, сколько им не потратить. Им задача – работать на качество. Поэтому вы можете иметь одного клиента, на котором вы будете заработать миллион месяцев, либо сто клиентов, на котором вы будете по десять тысяч зарабатывать. Понимаете, да? Есть люди, которые заинтересованы в своем времени, они зарабатывают гораздо больше, чем они могут сэкономить. То есть если человек за час зарабатывает пять тысяч рублей, экономит он в очереди сто рублей, соответственно, ему проще купить дороже на сто рублей. То же самое и про услуги, про сервис. Я бы хотел предостеречь от демпинга людей, потому что демпинг – это инструмент лузеров, вот у которых реально голова не включается. Вот если голова включается, все отлично, вы можете создать любую ценность для людей дополнительную, при том, что они не потратят ни в чем остальном, и они придут к вам. Вот еще раз подытожив, что ты сказал, обращаясь к нашим зрителям, по сути, найди место, где много конкурентов. Придумай, как сделать добавленную ценность. Я бы сказал, ты не придумай, а спроси у клиентов, что вам не хватает, что бы вы еще хотели получить. То есть, сделай добавленную ценность на основе потребностей клиента, и ты выиграешь. И ты распиарь эту ценность. И все клиенты пойдут к тебе, и ты выиграешь. Вот такая твоя модель. Да, моя модель. Заработать клиентскую базу с высоким индексом доверия. Сделать клиентов этих лояльных к себе. Сейчас клиентских баз целая куча. Вот вы берете желтые страницы, это клиентская база, это все бизнесы Санкт-Петербурга. Желтые страницы, пожалуйста. Вопрос, сколько из них вам доверяют? Ноль. Ноль. Поэтому ценность этой базы ноль. Если там хотя бы один клиент вам доверяет из желтых страниц, ценность этой базы ровно столько, насколько вам люди доверяют. Вот это мой личный подход в бизнесе. То есть, если тебе доверяют люди, значит, ты хороший бизнес. Да, Алексей, еще такой вопрос. Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть успешным в бизнесе, предпринимательностью? На мой взгляд, я не могу сказать, насколько я успешнее, чем все остальные предприниматели, но, как много я общался с этими людьми, основная задача – это гибкость. Есть самая базовая такая пресуппозиция в переговорах, в бизнесе, потому что самый гибкий элемент контролирует систему. Если вы гибкий человек, если вы готовы менять контекст, если вы не боитесь трудностей, если вы готовы положить на карту все, ну, соответственно, вы получите все. Чем меньше вы кладете на карту, тем меньше вы получаете. То есть, самый простой пример. Если вы берете ответственность на себя, по личному опыту, вы получаете 50 тысяч рублей. Как только вы становитесь начальником отдела, где у вас работает 3 человека, начнете получать 100 тысяч рублей, потому что вы берете ответственность за себя и за них. Как только вы становитесь владельцем огромного бизнеса, вы получаете с каждого процент за то, что вы за них отвечаете. Как только вы становитесь президентом, вы отвечаете за всю страну, вы получаете все ресурсы этой страны. Чем больше ответственности вы берете за свою жизнь, тем больше вы зарабатываете денег. Тем больше жизнь вам дает. Вот система коммуникации «я» и «мир» – она саморазвивающаяся. Чем больше вы дополняете мир, тем больше мир дополняет вас. Ясно. А вот у тебя есть компаньон в твоем бизнесе? Можно сказать и да, и нет. Нет. В моем понимании любой человек может быть компаньоном, если он выполняет свою часть работы. То есть мы работаем с Димой Новосельцевым, допустим. Его можно быть компаньоном, с одной стороны, потому что мы выполняем часть работы по увеличению стоимости бизнеса, по оптимизации бизнеса. С другой стороны, мы не компаньоном, потому что мы работаем в совершенно разных отраслях. То есть иногда мы бываем компаньонами, иногда нет. Поэтому, когда мне люди задают вопросы, сложно ли тебе было работать с компаньоном, у меня был на первом этапе компаньон, с которым мы разошлись. Ну, достаточно хорошо разошлись, в принципе. Как только он перестал выполнять свою часть работы, соответственно, я показал ему, что ты не выполняешь эту часть, поэтому ты, в принципе, не нужен. И все. Ну вот как совет тем молодым предпринимателям, которые будут, как начинать одному или с компаньоном? Я думаю, лучше начинать с компаньоном, но только в том случае, если у вас четкое понимание того, что каждый из вас будет делать. У вас не должно быть пересечения в бизнесе. Если один занимается маркетингом, то другой занимается механической частью. Бухгалтерии и всем остальным. Если они занимаются бухгалтерией, то второй занимается маркетингом. Если части пересекаются, то начинается дележка. Дележка пространства. Поделить маркетинг нереально, потому что маркетинг нереально пощупать. Поэтому непонятно, что делить. А по поводу этого возникают очень негативные эмоции. И поэтому люди разбегаются. И у каждого имеет свою правду. Если же вы критериально понимаете, что маркетинг никчемный, а бухгалтерия хорошая, то тут понятно, кому из бизнеса выходить. Кого менять в бизнесе. Если четкое понимание есть, есть смысл брать компаньон. Если нет четкого понимания, что вообще там делать, никакой компаньон не нужен, соответственно. Леша, я вот не совсем понял вообще модель построения этого бизнеса, который продает другие бизнесы. Кто вообще покупатель? Смотри, тут суть в том, что люди, некоторые люди хотят создать бизнес, некоторые люди хотят купить бизнес. Это совершенно два разных, два разных типа людей. Те, кто хотят купить бизнес, это люди, которые имеют деньги. И которым надоело сидеть дома, которым надоело работать менеджерами. Они продали квартиру и купили бизнес. Через два года заработали на квартиру себе заново. Это такие нормальные, адекватные, отчаянные люди. Мои продавцы – это люди, которым надоело вести бизнес. Либо они понимают, что в этом бизнесе они не могут добиться выше успехов дальше. Поэтому они, в принципе, продают, получают годовую прибыль с бизнеса, на которую открывают другой бизнес. Скорее всего, так бывает. А как ты ищешь тех людей, которые продают бизнес? На ловса и зверь бежит. На самом деле, если мы даем человеку ценность большую, чем все остальные, они сами находятся. А в чем твоя ценность? Моя ценность в том, что мы не берем комиссию за продажу бизнеса. Мы делаем это бесплатно. Бесплатно для того, кто продает? Для того, кто продает. И мы плюс сопровождаем, достаточно большое количество мошенников встречается на этом рынке. Те, кто хотят купить бизнес, но потом не заплатить денег. Либо другие виды махинации случаются. Поэтому, естественно, у нас есть определенные этапы и методики отсеивания этих мошенников. Примерно мошенников процентов 20. Те, кто хотят купить бизнес, потом не заплатить денег, потом вернуть эти деньги. То есть масса схем мошенничества есть. Мы их отсеиваем. Мы гарантируем то, что все наши клиенты – это добропорядочные люди. Мы знаем историю каждого клиента. То есть мы узнаем, откуда клиент пришел, где он работал, чем он занимался. Если человек нигде не работал, чем он занимался, получил 5 миллионов рублей и как-то живет по какой-нибудь регистрации, а прописан в Тамбове, и у него там в Тамбове еще очень мутная история. Соответственно, мы с таким человеком даже не работаем. У нас каждый клиент имеет историю, про которую мы знаем все. А продаешь потом либо… Да, потом я продаю этот бизнес. Полностью юридическое сопровождение сделки у нас, абсолютно легальное. И человеку, который купил бизнес, ему очень сложно вжиться в роль бизнесмена, потому что роль – это основополагающее его действие, что он будет делать. Мы, во-первых, помогаем ему поднимать прибыль бизнеса за этот месяц. Во-вторых, помогаем разбираться со всеми тонкостями этого бизнеса. Целый месяц делаем. Ну, по сути, тебе нужно самому разобраться в каждом из бизнесов, которые ты продаешь. Да, у меня на это есть время, пока мы продаем этот бизнес. То есть, будь то, либо это магазин, чего там, корма, или там другая сфера вообще, автосервис. Тебе нужно либо там, либо там… Мне нужно разобраться в модели бизнеса. Дело в том, что если, как мое личное убеждение, мой личный опыт говорит о том, что если успешная модель есть, в эту модель вы можете вставить любую материальную часть. Хоть тапки продавайте, хоть кормили животных. Какая разница? Есть некоторая специфика, на которую уходит время. То есть, в принципе, модель бизнеса я могу разобрать за неделю любого. Если есть специфика, ну, три недели. Но это как раз время, за которое продается бизнес. То есть, там нет ничего сложного. Это мы работаем именно сферой мелкого и среднего бизнеса. То есть, на крупный бизнес, на работу с государством мы не выходим. Мы B2G, вот сегмент, мы с государством не работаем принципиально. К тебе приходит покупатель, покупает чей-то бизнес, и ты помогаешь ему вырасти. Вырасти, да. И с этого имеешь процент. Да, и с этого имею процент. Может, могу я к тебе прийти, имея ноль, и как бы желая открыть какой-то стартап? Да, конечно. То есть, ты мне поможешь за какие-то там тоже проценты? Ну, в среднем это зарплата менеджера. То есть, от 30 до 70 тысяч рублей. То есть, вы платите мне зарплату свою месячную, точнее, не свою, а среднюю зарплату менеджера. 30-70 тысяч рублей, и получаете на выходе через полтора месяца готовый бизнес. Готовый стартап, на базе которого вы строите готовый бизнес. А идея должна быть у меня, или ты предоставляешь? В принципе, мы можем идею разработать вместе. То есть, ты можешь прийти с желанием. Я прихожу, я хочу, у меня там, ну, нету, но я могу кое-что продать, но я хочу заниматься бизнесом. Я прихожу к тебе, мы вместе прорабатываем что-то, ищем нишу, и вперед. Да, потому что достаточно большое количество коучинговых программ массовых, которые там за 5 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей там подают модели бизнеса, они не дают гарантии. У нас, наше уникальное торговое предложение в том, что если вы, работая по нашей схеме, не добились результата, мы возвращаем вам деньги по договору. То есть, вот не получилось, вот деньги, забирай, иди гуляй. Не получилось, это именно у меня не получилось. Да, именно у тебя не получилось, потому что что-то не делал, ты проспал, ты проел, ты прогулял, фильмы просмотрел, что угодно. Если у тебя не получилось, это твоя ответственность, мы деньги не возвращаем. Но если не получилось, потому что моя схема не работает, то я тебе возвращаю деньги. То есть, я гарантирую полностью работоспособность своего бизнеса, своей модели. Ну, по сути, любой человек может так прийти к тебе, пройти вот этот путь. Мало того, не просто простой человек, даже умственно отсталый, в принципе, может пройти этот путь. Я в свое время был тренером по боксу, я не очень сильно соображал, то есть, я туговато человек был. Как и сейчас, в принципе, на самом деле. Эта модель настолько рабочая, настолько понятная, что, в принципе, абсолютно любой человек может это сделать. Абсолютно. С нулем в кармане, ну, то есть, с каким-то там минимумом. То есть, чем больше желания, тем меньше денег нужно. Вот это вот, это основной критерий. У него же должен быть какой-то запас денег на зарплату тебе, по сути. Ну да, человеку придется поработать менеджером месяц в своей жизни, чтобы стать хозяином своей жизни, в конце концов. Согласен ли ты с утверждением, деньги зарабатывать тяжело? Я считаю, что деньги зарабатывать эффективно. Деньги – это единственный показатель вашей эффективности в бизнесе. Поэтому деньги – это эффективность. Это весело. Для меня это весело. Согласен ли ты с утверждением, для того, чтобы начать заниматься бизнесом, нужно высшее образование? Не только если не в России. В России оно портит людей. Человек должен пять лет сидеть, непонятно для чего, ради корочки. У вас образование больше как для быть работником, а для быть бизнесменом. Что бы ты изменил в своей жизни, касающейся бизнеса? Я бы быстрее перешел от модели дополнительной стоимости к модели дополнительной ценности. У тебя в своем бизнесе сейчас модель дополнительной ценности? Ценности. Дополнительной стоимости – это когда вы просто добавляете 3 рубля к товару и продаете. А дополнительная ценность – что вы еще готовы дать людям, помимо вашего товара? Бесплатно. Как скоро нужно реализовывать свои идеи, когда они у тебя появились в голове? Сразу же. И желательно никому об этом не говорить. Чтоб не украли. Нет, не чтоб не украли. Чтоб не погасить эмоцию. Потому что когда вы об этом говорите, у вас гасится эмоция. Вот мотивация, эмоция – это тот драйв, на котором нужно… Это вот любовь. Любовь – это сродни тому, что… Это мотивация тому, как прийти в бизнес. Вот если вы любите, вам все равно какой-то человек. Козябки у него в носу, не знаю, там. Как-то он ходит криво. Но если вы любите, вы будете с ним в любом случае. В том же самое в бизнесе. То есть не важно, что будет в твоей жизни. Но если ты решил – делай. Все, без вариантов. Ты встречал горе предпринимателей? Какие они ошибки замечал? Да, это подход к жизни. Общий подход к жизни – мотивация от чего-то, а не к чему-то. То есть люди пытаются уйти от чего-то, но зачастую просто крутятся вокруг одной точки. Вокруг того, чтобы уйти от бедности. И вот тогда они так и остаются полубедными предпринимателями. Тебя кидали на деньги в бизнесе? А-а. Не давал повода. У тебя хорошее окружение. Я просто не давал повода, на самом деле. Правда, что предпринимателю нужно бухгалтерское образование? В какой-то степени да. Ликбез, по крайней мере. Ликбедация без грамотности должна быть. Многие говорят об успешных людях, что ему повезло, сложилась так судьба, что он ездит на Феррари и так далее. Из чего складывается успех, по твоему мнению? С личной ответственностью. Те люди, которые говорят, что им повезло, они снимают с себя лично ответственность за то, что они что-то готовы сделать. Вот они сняли себя, они перекладывают ответственность на успех. Успех – это прелегатива ленивых. Точнее, удача прелегатива ленивых. А успех – это прелегатива трудолюбивых и умных людей. Смотри, вот сейчас не будь у тебя ничего совсем, ну, будь ты стартап, да, в какую бы сферу ты пошел, где сейчас? Интересно. Мне больше нравится сейчас информационный бизнес. Вот информация, мне кажется, рулит больше всего сейчас. Инфобизнес, но не в том понимании, как там обучение людей, а именно увеличение, преподавание таких знаний, которые сразу же принесут прибыль вашему бизнесу. То есть я разрабатываю такие модели, которые приносят прибыль бизнесу. У меня есть достаточно большое количество клиентов, то есть это, может быть, знаете, клиника DentLight, которая там, ну, масса, я не буду говорить, это реклама. Ну, в среднем вот 30% за год. Спасибо, Леша, что пришел к нам, кто потратил свое время. Спасибо вам. Всем до свидания.